Приветствую! В этом видео мы разберемся с двумя вопросами. Вопрос номер один. Какой ответственности суды привлекают людей, которые выехали из Украины по зеленке, то есть через лес, по воде, либо каким-то другим не совсем законным способом? И сделаем мы это на основании разбора судебной практики. Второй вопрос. Как вести себя человеку, который въезжает в Украину, а до этого выехал по зеленке? Как ему себя вести с пограничниками? И начнем мы со второго вопроса. Когда вы будете въезжать в Украину, вы подаете документы, пограничник вбивает вас в базу и видит, что нет в базе записи о вашем выезде. Естественно, он все поймет и начнет задавать вам вопросы. И он будет пытаться выяснить два основных вопроса. Как вы выехали из Украины? И кто вам помог выехать из Украины? Что вам делать в этой ситуации? Как нужно отвечать на эти вопросы? Как себя вести? Друзья, здесь нам нужно вспомнить американские фильмы, фильмы о полиции. И там, если мы помним, полицейские, когда задерживают кого-то, кого-то арестовывают, всегда говорили коронную фразу. И я думаю, вы уже вспомнили какую. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, будет использовано против вас. Друзья, вот именно эту фразу вам нужно будет вспомнить и воспользоваться этим правилом. Это убережет вас от, скажем так, ухудшения ситуации и поможет в дальнейшем вашему адвокату защитить вас в суде. Что будет дальше, если вы воспользуетесь этим правилом? Пограничники, поняв, что никакой информации от вас не получить, составят административный протокол. Протокол о административном правонарушении. Они туда впишут ваши данные, впишут, как они что там выявили. Вы этот протокол подписываете. Подписываем мы его для того, чтобы сразу же получить копию, потому что в противном случае они копию вам не дадут. Вы подписываете. Вы можете там указать, что вы не согласны с этим. Но еще раз напомню, все, что вы скажете, будет использовано против вас. А все, что вы напишете, тем более будет использовано против вас. Помните об этом. При этом обратите внимание, что пограничники составляют протокол. То есть они не выносят еще решение о привлечении вас к административной ответственности. Этот вопрос будет решать суд. То есть протокол передается в суд и в дальнейшем суд будет рассматривать вопрос о том, какой же ответственности вас привлечь. И вот здесь мы подходим с вами ко второму и основному вопросу. А какова же судебная практика? Какой ответственности привлекают? Скажу честно, я долгое время боялся, что в этих ситуациях государство займет жесткую позицию и будет привлекать к уголовной ответственности. К моему счастью, я ошибался. На сегодняшний день людей, которые незаконно пересекли границу, к уголовной ответственности не привлекают. Привлекают их к административной ответственности по статье 204.1. И по этой статье максимальное административное взыскание – это либо административный штраф в размере 8500 гривен, либо административный арест. Но, скажу честно, административный арест на 15 суток, он может даваться только людям, которые просто неадекватно себя вели. То есть, если вы себя адекватно ведете, никакого у вас рукоприкладства нет, либо если вас не ловят на 25-й попытке пересечь границу, то никакого административного ареста вам не грозит. Вам грозит административный штраф в 8500 гривен. При этом, изучив судебную практику, мы видим, что позиция судей и решения по этим делам бывают разные. И есть две большие группы. Одна группа людей признают виновными и, соответственно, им назначают штраф. Другая группа решений – это те решения, где людей признали невиновными и вообще никакого штрафа нет. Естественно, для того, чтобы человека признали невиновным, нужно правильно изложить свою позицию. И вот здесь, друзья, если вы не хотите, чтобы, скажем так, в вашем личном деле была запись о том, что вас привлекали к административной ответственности за незаконное пересечение границы, я вам рекомендую обратиться за правовой помощью. И, конечно, можно это сделать, обратившись ко мне. Друзья, подчеркиваю еще раз, это касается тех случаев, когда вы просто, ну вот, вы не желаете, чтобы у вас была запись о том, что вы привлекались к ответственности за незаконное пересечение границы. Тогда вы обращаетесь к адвокату. Если вас этот факт не напрягает, если вы готовы оплатить этот штраф, то, в принципе, вы можете даже не являться в суд. Суд пройдет без вас, они рассмотрят это дело и вынесут штраф. Что вам нужно будет сделать в этой ситуации, так это зайти на сайт того суда, который будет рассматривать ваше дело и отслеживать, когда будет вынесено решение и, соответственно, оплатить штраф. Штраф. Решение само, в принципе, можно там по номеру делу найти в реестре судебных решений. И вот очень важно вам вовремя оплатить штраф. Потому что, если вы этого не сделаете, размер штрафа увеличивается, дополнительные расходы. И самое главное, если вы забудете оплатить его, то будет открыто исполнительное производство, наложат арест на все ваше имущество. И если у вас есть там автомобиль, например, то могут даже где-нибудь на блокпосту забрать этот автомобиль. Вот чтобы этого не допустить, я рекомендую отслеживать реестр и, соответственно, вовремя платить штраф. Друзья, подводя итоги, первый момент, как нам себя вести на КПП. Мы помним правила американских фильмов. Все, что вы скажете, будет использовано против вас. Второй момент. Уголовной ответственности за незаконное пересечение границы на сегодняшний день нет. Судебная практика идет по пути привлечения человека к административной ответственности. Третий момент. Если вас устраивает максимальная сумма штрафа в 8,5 тысяч гривен, если вас не пугает то, что будет запись о том, что вас привлекли к такой ответственности за незаконное пересечение границы, то вы можете даже не являться в суд. Главное, вовремя оплатить штраф. Если вы не хотите принципиально платить штраф, если вы не хотите, чтобы о вас были записи, что вы незаконно пересекали границу, то в этом случае рекомендую обратиться за правовой помощью к адвокату. Друзья, на этом все. Если вы считаете, что данное видео полезно, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал, поделитесь этим видео в соцсетях. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, здоровья и, конечно же, мира. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok